Мощный поток воды разрушил берегоукрепляющие сооружения, смыл около пяти гектаров территории Лазаревского водозабора. Павильон на девятой скважине вместе с оборудованием был полностью уничтожен. Восьмая оказалась сильно подмыта. По стене пошли трещины. Были повреждены трубы, нарушены электроснабжения. Спустя полгода на восьмую насосную станцию уже полностью подается электричество. В настоящий момент уже полностью восстановлена береговая полоса, выполнены все мероприятия по антитеррору. Поставлен забор, как видите, абсолютно новый. Ведется сейчас строительство водовода сборного к девятой скважине, которая в ближайший месяц тоже будет запущена. Все работы финансируются за счет средств ООО «Сочи Водоканал». Каждая такая подстанция качает до 220 кубов воды в час. В зимний период работы семи подстанций было достаточно, чтобы полностью обеспечить водоснабжением жителей Лазаревского. Сейчас идет подготовка к летнему сезону. Обследуют электрооборудование в трансформаторных подстанциях. Всего их на территории три. Вот эта подстанция номер 69. От нее запитаны опять скважин, которые подают воду для поселка Лазаревское. Мощность каждой скважины насос на 22 киловатта стоит. Стараемся все это оборудование осматривать, где надо подтягивать, где надо масло доливать. То есть приводить в порядок. Более 70 процентов работы, по словам специалистов, уже позади. Летом все девять скважин Лазаревского водоканала будут полноценно функционировать. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.